Мастер Кюев Курмангазы. Имя легендарного народного музыканта и композитора золотыми буквами вписано в историю казахского народа. Астраханская область, где похоронен композитор, посетили участники экспедиции по стопам предков. Путешественники также побывали в музее, где хранятся личные вещи кюши. Астраханская область, село Алтенжар. Здесь нашел последнее пристанище великий композитор Курмангазы Сагарбаюла. Автор известных кюев Ада и Балбарауон Исараарка оставил после себя около 60 произведений. И каждая из них имеет свой философский подтекст. Узнать о жизни дамбриста-импровизатора в местный музей приезжают десятки людей. Самый ценный экспонат – дамбра, игре на которой Курмангазы учил внука своего друга. Курмангазы Ада сказал своему другу, это моя дамбра, научи своего внука исполнять все известные тебе кюи. Дамбру он смастерил сам. В прошлом году к нам приезжал профессор из Италии. Он осмотрел ее и сказал, что инструмент выполнен идеально, до миллиметра. Рядом с музеем открыли культурный центр. Здесь посетители могут не только узнать о жизни и творчестве великого кюйши, но и послушать его произведения на дамбре. Наша главная задача – рассказать о том, каким был легендарный музыкант и композитор Курмангазы. К нам приезжает много туристов. Мы играем его кюи, говорим о творчестве кюйши, бесценность наследия которого признана миром. Хотелось бы, чтобы казахстанская молодежь больше знала о талантах нашего народа. Курмангазы написал множество гениальных произведений. Он внес неоценимый вклад в развитие нашей культуры. И мы, потомки, должны знать о его творчестве, развивать наше духовное сознание. Еще один пункт в маршируете экспедиции преодолен. По следам предков исследователи отправились в Дагестан, где их также ожидают немало интересных открытий. Сабина Сексимбаева, Скорбек, Казангаб, Астраханская область, Хабар, 24.